Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Да, мы в Сибири живем А там как будто нет Действительно вот этот контраст центра и периферии Очень много обсуждается последнее время Очень обидно людям, которые например живут в Солнечном А приезжают работать в центр Видеть абсолютно разную картину Как будто разное время года Ты увидел у себя и дома И около крыльца администрации Да, ну наши зрители тоже могут Делиться с нами своими историями как у вас во дворе, как у вас на улице. Звоните по телефону редакции 200-00-65. Также присылайте сообщение в Viber WhatsApp на номер 8-933-320-7545. Или можно оставить комментарий ВКонтакте. Там закреплен специальный пост. Ну и QR-код прямо сейчас вы видите на экране. С помощью него можно как раз в нашу соцсеть перейти. Ну и давайте все-таки обменяемся мнениями. Может быть, только одну часть населения кажется, что этот год действительно отличается коллапсами и их количеством. Либо вы скажете, что у нас в районе, у нас во дворе, может быть, управляющая компания хорошо справляется, этой проблемы не было и нет вообще, чистят постоянно и хорошо. И вот эти точки на условную карту будут нанесены. И будем надеяться, реакция властей будет тоже какая-то. Потому что обычно, если один район терпит неудобства, то каждый его житель может дозвониться об этом рассказать и дальше дать сигнал местному отделению властей для того, чтобы они как-то на ситуацию повлияли, ту же работу с управляющими компаниями провели или с городскими коммунальщиками. Ну я напомню, что ответственную за уборку городских пространств это не только мэрия, там городская администрация, это и управляющие компании, это и предприниматели возле своего крыльца свою территорию должны убирать. Это, в принципе, общая ответственность. Ну как эту ответственность делят и как мы наблюдаем дальше результаты того, как ее не поделили? Ведь очень часто есть спорные территории, например, где две управляющие компании или где часть двора – это ответственность управляющих компаний, а другая часть двора – это муниципальная зона, и там ты видишь контрасты в уборке. В общем, что вы думаете? Этот вопрос мы задаем сегодня. Вы уже можете дозваниваться. 200-0-65. И этот же вопрос сегодня прозвучал на улицах города. Наш корреспондент вышел на улицы и поинтересовался у жителей, а что они думают. Давайте посмотрим. Как вы оцениваете в этом году этой весной уборку тротуаров, дорог, тропинок, улиц? Ой, ну сначала было очень страшно, конечно, когда было скользко. Ужасно было ходить, конечно. А еще дорогу чеснет, вот эти нагребают. Короче, было очень сложно перелазить через. Какие участки, где вы проходили, замечали проблемные? Я в Тихих Зорях живу, там было неудовлетворительно. Почему? А где, какие проблемы? Не знаю, может, центры убирают, а окраины-то вообще не убраны. Про какие окраины? Я, например, живу по 60 лет, октября, 59. Там у нас тротуар вообще отрозят, никто не чистит эту дорогу. А почему, как вам кажется, такое отношение к уборке? Не знаю, почему такое отношение в нашей администрации. Центры убирают, а окраины никто не хочет. У нас в центре хорошо оценивают, чистенько. На какой улице это? Я вот живу на Урицкого, хожу всегда в бассейн на диктатуру или какую, в энергию. И вот здесь в центре всегда почищено, убрано? Особенно набережная, я считаю, там вообще листья на лету убирают. Когда начинает все таять, начинается разваленная дорога, можно сказать, ямы, и это не очень комфортно. Тем более для машины. Скользко. Переделали во многих местах. Асфальтированные дорожки сделали так, что теперь люди, кто с колясками, съезжают в лужи. А убирали вот застывшую вот эту гололедицу быстро или нет? Мне кажется, сама тает. Я ни разу не видела, чтобы кто-то ее убирал. А почему, как вам кажется, такое вот отношение к уборке у нас? Ну, это администрация вопрос нужно задать. А когда был момент, вот осадки выпадали, потом таяли и в гололедицу, как передвигаться было? Да, период этот был сложный, гололед. И почему-то вот в этом была задержка, даже не посыпали. А потом я уже, ну, у меня, наверное, два было скользко, а потом начали посыпать. Тогда уже, наверное, все хором сказали спасибо. Хорошую ремарку сделана, сделана одна ремарка, опрошенная нами Краснояркой, по поводу того, что спросите у мэрии. Мы спросим у мэрии вместе с вами прямо сейчас в прямом эфире. Антон Гец, начальник отдела содержания управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска. Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, слышу. Вам первый вопрос. Знаете, каждую зиму, когда случаются такие коллапсы, и очень часто, к сожалению, это происходит, мы слышим от властей, специалистов гидрометцентра потом тоже, это были осадки выше нормы. В этом году тоже осадков выше нормы? Ну, действительно, в текущий зимний период осадки были выше нормы, чем в предыдущий. Ну, на уровне такого, как было там в период с 2020 на 2021 год зимний. Антон, а как вот так получается? Вот зрители наши говорили, и мы подметили, что, в принципе, в центре чисто, а вот на окраинах где-нибудь, ну, вот у меня на счёрце, допустим, гололёд с одной стороны, да, в тени, с другой стороны солнечный, там снежная каша. Ну, в центральной части рельеф другой, получается, там, и частая застройка, то есть и газонной части такой небольшой нету, всё с тротуар было вывезено. А таких участков там проблемные, как вот я слышал сейчас, в солнечном, в Покровке, то есть там и уклон, и много количества полей, где именно много сейчас снега, которое вот при резком потеплении произошло таяние. В связи с этим и получаются проблемы такие. Мы можем чётко обозначить причины, почему массово жалуются люди на неубранный снег, не подсыпанные дорожки? У нас не хватает людей, у нас не хватает техники, у нас не хватает грамотного распределения тех ресурсов, которые есть. В чём беда? Да, в принципе, никаких проблем нету, то есть это каждый год, такие жалобы, просто люди забывают каждый раз об этом. То есть сейчас достаточное количество техники, плюс начали привлекать дополнительные единицы, и люди начали выходить в ночное время именно по уборке тротуаров и подсыпке. То есть сейчас массово подсыпают, плюс некоторые муниципальные предприятия приобрели новые машины, которые также идут, сразу прометают и подсыпают. Поэтому в этом направлении ведётся работа. Антон, я не понял, вы говорите «нет проблем», но вроде бы и мэр у нас признал, что не справляются службы. Да и видим мы, что, в принципе, вы в нормативах должны содержать, вот конкретно вы начальник отдела содержания, но лёд-то есть на улицах? Может быть, не хватает сил и средств, я не знаю. В чём проблема? Почему так же, как центр, нельзя содержать все остальные улицы? Ну не все остальные, но большинство. Ну я уже, как ранее, сказал, что это другой совсем рельеф и другое наличие снега, в принципе, в центральной части и в других районах. Проблема была то, что резкое потепление и как раз-таки большое количество осадков в зимний период было. Ну вроде резкое потепление у нас оно всегда, примерно в марте, в феврале, в конце, нет? Ну нет, я просто говорю, было именно много снегопадов перед феврале, то есть в этот период было много снегопадов и резкое потепление, до плюс 10 на выходных было, что и получилось. Также плюс в этот зимний период у нас применялась только песчано-солевая смесь, ну и песок, в связи с чем были проблемы с ливневой канализацией, то есть сейчас максимально пытаются подряд организации прочистить все ливневые канализации, в связи с чем, например, случилось у нас потопление на перекрестке 9 мая Шумянского, может, в понедельник, вторник замечали, тоже люди жаловались. Как только прочистили ливневую канализацию, сразу вся вода вышла. То есть в связи с этим еще есть проблемы. Вот среди опрошенных нашим корреспондентом красноярцев была женщина, которая сказала, что она из района Тихий-Изори, и там большая проблема, вроде бы он высокогорностью не отличается, и тоже по рельефу весьма схож с центром города, все достаточно плоско и ровно. Почему там проблема? Ну я не сказал, что именно из-за уклона. Еще связано с тем, что большие площади, где именно много снега. В центральной части там со дворов вывозится, с тротуаров вывозится снег, газонной части вообще в принципе нет. В Тихих Зарях там также много предприятий, складов каких-то, которые там в свое время не вывозят снег. В связи с этим происходит таяние. Ну и в завершение очень коротко, если можно, на какую оценку вы можете так или иначе характеризовать работу городских коммунальщиков в этом сезоне? Именно в этот зимний период? Зимний период и переходный к весне, все, что мы видим. Ну, с учетом того, что было отказано в реагентах, то есть, мне кажется, там, с учетом этого достаточно хорошо отработали, даже в сравнении там с другими городами, но довольно-таки неплохо. Сейчас есть небольшая проблема с наледью, но, опять же, работы ведутся даже в ночное время. То есть все заявки поступают. Что еще раз? И оценка? По школьной системе? На четыре. На четыре. Сравним вашу оценку с тем, что скажут наши зрители. Да, да, да. Ну, может быть, я последний самый вопрос задам, если вы все еще на связи. То есть вы считаете, что нужно Бионорд возвращать в город? Ну, не именно Бионорд, а именно современные реагенты, противогаленные материалы, которые позволяют именно работать более холодные периоды времени, там, ниже 20 градусов и ниже. Услышали вас. Да, спасибо большое. На связи был Антон Гец, начальник отдела содержания управления дорог, инфраструктурой и благоустройства Красноярска. А прямо сейчас на связи появляется житель Красноярска. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Елена Павловна. Вы знаете, вот я сейчас слушала предыдущего оратора и, собственно говоря, довольно смешно, когда он говорил о том, что нынче было столько много снега, столько много снега, по-моему, наоборот, снега было не очень много, как в предыдущие годы. Но, тем не менее, в предыдущие годы у нас не было никакой такой проблемы. Дороги были чистые. Я живу в центре предмостной площади. Через Красноярские рабочие невозможно было пройти. И вообще эту технику, которая чистит дороги на предмостной площади, за всю зиму я видела раза три всего лишь. И поэтому здесь явно просматривается вина администрации. Конечно, что там говорят при мэрии предыдущем, такого безобразия в нашем городе не было. Какую оценку вы поставите за работу? Ну, удовлетворительно совершенно. Это два или три? Ну, вообще-то, я бы сказала, единица. Единица, вот такая оценка от телезрителей, да? Да. А по поводу управляющих компаний, у нас практика. Они очень хорошо двор чистят. Никаких проблем нет. Управляющая компания практика, да? Вот кто-то справляется с непростым состоянием сибирской зимы. Мы продолжим общение с вами в этой студии. Ваше мнение о том, как прошла эта зима, как мы начали переходить к весне, что происходит на улицах, дорогах, тротуарах Красноярска. Дозванивайтесь. 202... 24 см, руки. 202-0-65. Дозванивайтесь, высказывайте ваше мнение в прямом эфире. После небольшой паузы вернемся в эту студию. Дадим вам слово. Прямой эфир. Вы смотрите прямой эфир. Мы продолжаем обсуждать вместе с вами состояние красноярских тротуаров, пешеходных зон и дорог. О них мы еще не говорили в этом эфире. Как вам, если вы автолюбитель, перемещаться по Красноярску? Замечаете, что больше стало осадков, которые не убирают либо в виде снега, либо в виде растаявшего снега. Все, что происходит у нас с вами на дорогах. Обсуждаем вместе на 202-0-65 и принимаем ваши звонки. Прямо сейчас очередной зритель дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас зовут? Алло, здравствуйте. Вас зовут, мы вас слышим. Как зовут вас? Анастасия, давайте с оценки начнем. Как вы оцениваете работу городских коммунальщиков в этом переходном сезоне? Ужасная. Просто ужасная. А в цифрах? Ну, ноль. Потому что дороги практически не убираются. То есть ни проезда, ничего нет. Ну, а где вы живете, где сложная ситуация? Расскажите, может быть, отреагируют, почистят? Проживаем по улице Путиловска. Это Николаевка, частный сектор. Делали неоднократно заявки. То есть на протяжении полутора месяца, чтобы почистили нам проезжую часть. То есть никто не отреагировал. Делали заявки в 05, напрямую звонили. В госуслугах делали как бы заявочки. То есть никто не отреагировал, ничего. Дом полностью подтапливают. В ограде не пройти. Гольный лед. Либо мы в пласть, либо на коньках, как говорится. Вот. То есть вручную, сами всей улицей убираем паводки, которые топят. В подвал даже боюсь заглянуть, что там творится. Ну, то есть это не только у меня проблема, и у соседей тоже выше проблема. Тоже не могут пройти. То есть ни к туалетам, вообще никуда не в огороды. Ну, вот смотрите, мы только что слушали мнение представителя мэрии, который сказал, ну, люди просто забывают, что у нас каждый год, в принципе, что-то такое, ничего неординарного. У вас этот год тоже, в принципе, как всегда, или все-таки что-то не очень идет? Ежегодно у нас такая проблема. Дима, позапрошлом году нам приезжали, чистили улицу, как бы проезжую часть. То есть у нас было более-менее все замечательно. Но в этом году, соответственно, аэробильный снег выпал в конце, да, как вы знаете. То есть нас, ну, просто сносит-уносит паводками. То есть сейчас гололед полностью, сейчас опять начнет все таять, и мы опять все пойдем в пласть. То есть не знаю, как даже дом спасать. То есть в прошлом году хоть что-то делали, в этом вообще отказываются? Так получается? Нет, в прошлом году ничего не делали, мы не вызывали. Мы как-то вручную улицы чистили, почищали. Но в этом году мы даже всей улице справиться не можем со снегом. Спасибо. Услышали вашу историю тоже, как жители района, там, рядом с Николаевкой. Могу доказать, первый раз в жизни я почувствовала, что такая машина, которая едет и не тормозит, этой зимой в Николаевке. Потому что таких, такого снежного наката я еще там не видела. Просто бесконтрольно. И вот вопрос повышения аварийности, он тоже очень сильно связан с работой коммунальщиков. Мы об этом часто забываем и все списываем на самих водителей. Но дорожная обстановка в этом году оставляет не то, что желает лучшего, оставляет молиться перед поездкой. Ну, вообще, мне тоже кажется, что этот год он какой-то аномальный во всех смыслах. И как-то пешеходам-то, даже не говоря уже о том, что скользкие дороги, как просто пешеходам идешь, вот так, короче-короче шаг, не дай бог, потому что чуть какой-то уклон, и упадешь, и все. И знаю, что и в травмпунктах-то сейчас огромные очереди из травмированных, которые многие ломают. Особенно Краснодарский рабочий. Там травмпункт работает на весь правый берег, и очереди огромные. Может быть, есть у наших зрителей история о том, как хорошо в каком-то районе, возможно, кроме центра. Здравствуйте следующему дозвонившемуся. Вы в прямом эфире, мы вас слышим. Говорите. Алло-алло, слышите ли вы студию? Пока мы слышим ваш телевизор. Да, эхо. Можно говорить уже, пожалуйста, расскажите, что у вас в районе, как дела с дорогами и улицами. Так, ну, видимо, проблема у нас со звонком. 202-0-65, наш номер телефона, для того, чтобы вы дозвонились и вовремя услышали, что вы в прямом эфире. Это ваша возможность высказаться и нанести ваш район на дорожную карту, которую, я надеюсь, в мэрии все-таки составят и каким-то районам начнут присматриваться. Много жалоб в этом году мы получали в том числе с района Орбиты, который вроде бы густонаселенный, даже относительно новый. Да, там не чистили как раз подъездную дорогу, там большой уклон, и там реально небезопасно. Ну, кстати, вот свои комментарии, мнения можно высказывать и у нас в комментариях, в социальных сетях. Вот давайте сейчас я зачитаю часть из них. Пишут нам, Ольга, самая большая проблема – это коммунальщики и чиновники, и те, и те непрофессионалы. Также пишут, каждый год одно и то же, из года в год проблемы продолжаются. И вот Ольге отвечают, она написала про непрофессионалов, и отвечают, очень даже профессионалы. Вы просто почему-то упорно думаете, что их цель – это обеспечить вам чистые тротуары. У них же совершенно другое целеполагание, и в нем они достигли небывалых успехов. Никакие чиновники Финляндии, Австралии и Словении даже рядом не стояли. Здесь, знаешь, что я вспомнил? Совсем недавно у нас одного из руководителей мэрии Кросспорта Черноусова как раз один из эпизодов… Который вменили, да. Да, который вменили ему, но 350 тысяч, которые должны были быть потрачены на уборку территории от снега, он как-то там, не то чтобы присвоил, ну да, присвоил, он перечислил. А потом ведь эти объемы, они попадают в отчеты, которые есть в мэрии, которые потом публикуются, что мы чистили столько-то раз, мы вывезли столько кубов, мы такую большую работу провели. И очень часто… Бумага все стерпит. Бумага все стерпит. Мы не можем проверить эти цифры. Единственное, как ты можешь действительно увидеть работу коммунальщиков, даже если не обращать внимания на результат конечный, да, он, правда, может зависеть от погоды, обращать внимание именно на текущий процесс. Видишь ли ты эти машины уборочные в городе? Прошлую, позапрошлую зиму, я как человек, который часто ездит очень рано утром, практически ночью в 5 утра, я их встречала, кроме этой зимы. Ну, у меня на чертся вот их как раз пролегают маршруты, вот они, я постоянно их, особенно ночью вижу. Но единственное, что у них есть какой-то маршрут, по которому они уходят, и они особо не отклоняются от этого маршрута. То есть они чистят основные магистрали, и то чистят так, что нарушают свои же нормативные документы, о которых я позже напишу. То есть снег они не сгребают, он так же тает, потом все превращается в лед. Двойная работа, вроде бы машина прошла, а толку от этого нет. Что думает эксперт о происходящем? К нашему эфиру присоединяется председатель общественной организации «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотим с вашей оценки начать. Сегодня у каждого зрителя, эксперта спрашиваем, на какую школьную оценку вы можете охарактеризовать происходящее в Красноярске конец зимы и начало весны? Управляющие компании, прямо скажем, работают по-разному. Есть те, кто подходят к своей работе довольно добросовестно, и действительно по дворам можно пройти без всяких опасений. Кто-то, предусмотрев денежные средства в тарифе на своевременную уборку, не мучится сейчас с большой площадью обледенения, по той причине, что они в течение зимы под скребок убирали весь снег и благополучно его вывозили. Кто-то предусмотрел те же самые расходы, конечно, но этого не сделал, но подавляющее большинство таких расходов в принципе не предусматривали, и в результате этого, конечно, должным образом убрать снег с дороги не могли. В итоге все это, конечно, долго будет еще, насколько я понимаю, таять и снова замерзать, превращаясь в лед. И, как следствие, управляющие компании обязаны будут ежедневно, вне зависимости от того, будни это день или выходной, подсыпать это все песчано-соляной смесью, для того, чтобы у жителей многоквартирных домов была возможность пройти от своих подъездов до мест, куда они направляются, и обратно. Роман, а как простому жителю добиться все-таки того, чтобы двор его почистили? Первое, что необходимо сделать, конечно, обратиться в управляющую компанию, если управляющая компания вдруг не знает, что придомовая территория местами обледенела. Если управляющая компания бездействует, в этом случае у нас есть надзорные органы, у нас есть служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, и есть у нас муниципальный жилищный контроль, в том случае, если в доме есть хотя бы один квадратный метр муниципального имущества, тогда мы можем и в муниципальный жилищный контроль направить соответствующую жалобу. Вот после направления таких обращений управляющие организации, как правило, не сказать, что незамедлительно, но в кратчайшие сроки свои недосчеты в работе устраняют. Роман, а какой совет можно дать жителям Николаевки, частный сектор, который очень активно борется за свое законное право не подтапливать собственный участок и не буксовать перед собственным домом? Только что мы слышали в эфире историю, как жители не просто один раз позвонили в 205, обратились везде, в район, обратились в ту же 205, на госуслугах оставили заявку, вроде бы пошли по пути активного гражданина, но не смогли добиться результата. Что в этом случае можно посоветовать? Ну, в частном секторе мы имеем дело с муниципальной землей, за содержание муниципальных земельных участков отвечает у нас органы местного самоуправления, администрация. Первый шаг, безусловно, был сделан верный, они обратились как раз по тем каналам связи, которые органы местного самоуправления организованы для выполнения таких работ, но видим, что этот способ не возымел никакого действия, поэтому следующий шаг тоже обращение в надзорные органы, оно уже не в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, а в прокуратуру, потому что именно прокуратура у нас ведет надзор за деятельностью органов местного самоуправления, если граждане видят, что органы местного самоуправления не выполняют своих прямых обязанностей, в этом случае как раз надзорные органы в лице прокуратуры должны действовать, поэтому обращаться следует туда. Роман, а все-таки, если уже завершать, Екатерина спрашивала, все-таки какую оценку городу бы поставили? Если муниципальную часть тоже учитывать, не только управляющие компании? Если считать прям всех, и управляющие компании, и орган местного самоуправления, то есть всю площадь города, и товарищество собственников жилья, и даже частный бизнес, то можно сказать, что 4 с минусом, 3 с плюсом можно поставить. А если будем брать отдельные территории, отдельные управляющие компании, отдельные районы, то там, конечно, оценки могут быть пятерки, где-то и орган местного самоуправления хорошо убирается, а могут быть и двойки, где-то и хорошие управляющие компании свои дворы подзапустили. В одних местах убрали, а в других местах нет. А если общую магистральную ситуацию посмотреть, а отдельно выделить муниципалитет и его зону ответственности? Ну, я говорю, что если мы в целом по городу берем, ну, наверное, 4 с минусом, 3 с плюсом где-то вот в этом диапазоне оно и колеблется. Хорошо, Роман, большое спасибо. Это был Роман Казаков. Председатель общественной организации «Народный контроль» в ЖКХ и говорили мы о том, как ситуация сейчас обстоит с гололедом, с уборкой дорог, улиц, во дворах, можно так сказать, на территории управляющей компании. Продолжим этот разговор со зрителем, который дозвонился по телефону 202-065. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Вас зовут? Ольга. Ольга, ваша оценка ситуации в Красноярске? Единица. Аргументируйте, и самое главное, район, о котором больше всего хочется сказать. Ну, мы живем в районе Солнечный, получается. У нас достаточно новостойка. То есть у нас обслуживает, у нас дом стоит, получается, рядышком 38-й и 40-й дом. 38-й, то есть обслуживает нас реформа компания, а в 40-й мы наследие, от Сибиряка дом. То есть, если посмотреть на реформу, дом, который принадлежит, у него чистые дорожки, все наследие красиво, хорошо. А к нашему дому невозможно не подойти, как вот на катке вот мы находимся. В воскресенье у меня ребенок упал, например, получил травму, фиксированная травма. Мы ездили в трампункт. Ноги, получается, ну, слава богу, перелома никакого не оказалось, только ушиб, мало приятного. Рядышком находится у нас школа 156-я. То есть там тоже везде все обленедневшее, не пройти ничего. А если говорить, что главная дорога, где ездить машина, туда вообще не, особенно по Соколовской, вообще не подняться. Все во льду. Как вы считаете, этот год хуже, чем предыдущий? Отличается он на фоне всего остального? Может быть, заметили этот эффект? Или всегда так? По поводу солнечного я не могу сказать, за что мы жили в другом месте, как бы, в Делароще. А по поводу, как бы, все основные, я считаю, что да, хуже. Ольга, какой-то контакт у вас с управляющей компанией есть? Как-то вы жаловались, просили, чтобы они почистили, очистили? Ну, да, конечно, и просили, и делали заявки. То есть, они просто делают вид, либо приезжают, постоят и уезжают. Ну, либо так вот, как-нибудь, ну, почистят. Спасибо большое. Услышали вашу историю, еще одну точку на карте отметили, и продолжим это делать после небольшой паузы. Вернемся в эту студию. 200-00-65, наш номер телефона для ваших звонков. Успевайте дозвониться. Прямой эфир на телеканале ТВК продолжается. И сегодня мы вместе с вами обсуждаем тему травматичную, как минимум эстетически неприятную. Грязь, гололедицу, снег неубранный. Все, что мы наблюдаем, этот сначала зимний период, теперь уже весенний на улицах Красноярска. Очень много комментариев в социальных сетях было за последнее время о том, что этот год действительно исключительно отличается, и, к сожалению, не в сторону положительную от предыдущих, неубранными улицами и скользкими небезопасными тротуарами. Что думаете вы? Дозванивайтесь. 200-00-65. Есть у нас дозвонившийся в прямой эфир прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш Октябрьский район. За Октябрьской администрацией буквально 300 метров. Никакого контроля нет, никакой подсыпки нет. Нет, скользко, страшно. Тротуаров у нас нет, особенно за Красным Яром, который рядышком с администрацией Октябрьского района. Там ни пройти, ни проехать. А магазин, который горбатый называется, гастроном, там вообще лед. Кто за это что отвечает? Ни разу не подсыпано, ничего не делается. Почему? Это традиционная ситуация для этого района? Или в этом году хуже, чем было раньше? В этом году хуже, много хуже. У нас тут и затопляло, у нас вода текла под горку от 34-го Окрубской поликлинике к зубной. Там вообще хоть на коньки вставай. А муниципальная земля и наше домоуправление делят эту землю. У нас дорога спускается у пола дома, проезжая дорога. Одни говорят их, другие говорят не их, и никто не чистит ее. А как вы считаете, почему в этом году сложилась такая ситуация? Ведь количество техники, по идее, как было, так и осталось. Люди тоже у нас на местах. Зима в прошлом году тоже случалась. Тоже было такое интересное явление. Почему в этом году что-то пошло не так? В этом году, потому что очень плохо работают. У нас в домоуправлении, например, в техническом участке, рядом с домоуправлением дома убирают, жилые около домов выскребают. Три метра, пять метров, шесть, десять, сто. Дальше не убирают вообще. Это от кого зависит? Да, спасибо большое за это мнение. Надеюсь, обратят внимание компетентные органы. Знаешь, не хочется давать какой-то простой ответ на вопрос, от кого это зависит. Потому что все равно все эти структуры, которые мы перечисляем в ходе эфира, управляющие компании, муниципальные коммунальщики, все ответственные, так или иначе система переплетается. И даже на работу тех же управляющих компаний мэрия при желании легко может повлиять. И этот административный ресурс, позвоночное право, какие-то, называю, по звонку решаются проблемы. Он применяется, если есть такое желание волевое. Ну и работа с управляющей компанией, это как раз зона ответственности мэрии. Они обязаны их принуждать, если кто-то что-то не делает. Стимулировать, контролировать. Да, стимулировать, что-то, может, пообещать там. Вот опять же, поэтому здесь вопрос, а почему так, он остается, да, действительно, с большим-большим многоточием в завершении. Есть у нас еще один зритель дозвонившийся. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут и из какого района вы нам звоните? Я звоню из Советского района. Что у вас там? У нас очень грязно. Несмотря на то, сразу вам скажу, что вот эта организация, которая убирается, весь транспорт находится на нашей улице. Они ежедневно туда-сюда ездят, но по улице грязь невозможная. В закоулках, где-то вот за кутки, где-то клиника новой технологии, транспорт. Вот между вот этим зданием, там вообще, да, да. Я в прошлом году звонила в Советскую администрацию, два месяца просила, чтобы навели порядок. Так, бесполезно. Так это все осталось, так и осталось. Крапива выросла по полю, так и остался. Потом детей заслали в эту крапиву, они палочками подоставали, и все так. И в этом году то же самое. Грязь везде. Это вообще ужас какой-то. Не знаю, нужно спрашивать, нет? Какую оценку вы поставите происходящему? Я два поставлю. Два уже неплохо, это уже не единица. Это уже не ноль, как у нас было сегодня в течение эфира. Спасибо вам за вашу эмоцию и за неравнодушие. Знаешь, что меня больше всего в этой теме радует, хотя, казалось бы, сложно найти здесь что-то позитивное. Очень много людей, огромное количество красноярцев не просто готовы возмущаться, а готовы добиваться чистоты вокруг своего дома, не скользкого подхода к этому дому, безопасности, вот эта активность гражданская, она прям радует. Уже не в первой истории мы слышим, что я звонила, я ходила, я пробовала. Это тоже важно. Это здорово. Причем здесь мы же не просим от мэрии или от кого-то еще чего-то сверх того, что они должны просить. Это даже не вопрос безопасности. Вот сейчас я зачитаю правила содержания объектов в зимний период, которые приняли сами же чиновники и мэрии. В принципе, для себя же написали. Вот там, в частности, написано, зимняя уборка автомобильных дорог должна обеспечивать безопасное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий. Проезжая часть автомобильных дорог должна очищаться до твердого покрытия. Сгребание и подметание снега начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее, чем при выпадении снега свыше трех сантиметров. Мантра коммунальная, ты еще так читаешь, в такой интонации, очень, значит, сказочной. Вот как мы сказки детям читаем, вот это сказка наша. И снег вывозить. Они сами же себе поставили задачу снег вывозить не позднее, чем через шесть часов с момента окончания снегопада. Но почему все-таки, я не понимаю, почему они не выполняют то, что сами написали? Понятно, что здесь цитаты из законов, и они вынуждены были так себе написать, но все же. Иногда складывает ощущение вообще, что наша администрация без, как говорится, волшебного пенделя не работает. Потому что мы вот знаем примеры, когда, допустим, прокуратура подала в суд и обязала через суд администрацию города включить объекты... Ливневую канализацию. Да, ливневую канализацию в схему водоснабжения. Но что нельзя было без вот этого сделать? При том, что администрация города еще потратила время и деньги на то, чтобы оспорить решение суда. Так, действительно, суд обязал мэрию включить ливневую канализацию в систему водоснабжения и водоотведения. Это пытались оспорить вместо того, чтобы действительно этим вопросом заниматься. Просто потому, что если вводится ливневая канализация в систему, приходится дальше строить ливневки. Видимо, чтобы этого не делать, столько было потрачено наших с вами ресурсов. Это все как-то связанные проблемы. Но вот подтаял снег, ну можно ждать, пока все само подтает. Ну тогда ливневки были бы, вообще было здорово. Все подтаяло, ушло, и нет никакого льда, ничего. Знаешь, мне кажется, в этой теме еще не хватает какого-то условно-коммерческого механизма. Поскользнулся ребенок на муниципальной территории, ребенок получает какую-то выплату на лечение, на компенсацию морального вреда. Попал человек в аварию или заглох в этой огромной бесконечной луже, которая, например, в Березовке постоянно, под стаканом, под мостом, как правильно это называть. В Зыковой дороге. Получает тоже компенсацию за это. Если бы это каждый раз, каждая ошибка каралась рублем, может быть, пендель бы как раз подействовал. Ну это, мне кажется, и сейчас можно все это, но это надо идти в суд, там добиваться. Это тяжелая процедура, да, не автоматическая такая, нелегкая. Есть еще один зритель, который успевает дозвониться в прямой эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, что вы думаете о происходящем? Какую вы оценку поставите городским коммунальщикам и управляющим компаниям? Управляющей компанией нашей поставим четверку, а вот муниципальным организациям единицу. У нас идут ремонтные работы в Тюзе. Раньше там был тротуар, его огородили забором. И теперь наши дети из дома должны до школы идти, по проезжей части, которая в течение всей зимы ни разу не чистилась. Налет, скользко, и дети идут по дороге. И это никого не трогает, хотя говорили администрации об этом. То есть никакой альтернативы ограждения, как бывает, например, при ремонтных работах в Петербурге очень часто? Нет, забор есть. Тюз отгородил забор. Нет, а именно проход вот этот пешеходный. Опыт Петербурга предлагаем посмотреть. Ее вот тротуар, по которому можно было пройти, его огородили. Он теперь на стороне Тюза. Дети вынуждены идти по проезжей части. Очень часто практика, когда действительно нужно провести ремонт, и огораживается часть пешеходная. Рядом выстраивается буфер с двух сторон огражденный. У нас в центре так периодически делали огражденный с двух сторон, закрытый, глухой, для того, чтобы можно было безопасно пройти. Но в этом случае, опять же, вряд ли это так дорого, да, деревянный на стиле делать? Нет, при желании можно все устроить, причем можно и обязательно и Тюз это делать, потому что все-таки он виновник, грубо говоря, этого, можно и мэрия. Ну, я не знаю, что за отношения у нас к городу. Вот, допустим, я недавно читаю комментарий, мэр обещает нам закупить новую технику для очистки тротуара. Он говорит, что вот проблему действительно мы закупим. А вы где были вчера-то? У нас мэр это не новичок, он все-таки был первым заместителем прежнего мэра Еремина, и как раз курировал вот это направление. До этого главой администрации Советского района, откуда нам тоже сегодня позвонили, и на эту же администрацию пожаловались. Есть еще один дозвонившийся. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, Советский район. Кто там? У нас в районе Малиновского 5 и Краснодарская 4. Вот на протяжении двух месяцев каждый день звоню в тандем убрать во дворе. У нас сплошной лед невыносимо выйти даже из подъездов, не говоря уже про дорогу, который идет вдоль домов. Это Краснодарская 4 и Малиновская 5. Ходили на прием к главному инженеру, управляющему компанию. Тандем два месяца звоним. И бесполезно. Дворник у нас убирает один раз в неделю. Все. Больше мы его не видим. Начали у них спрашивать, почему. Нам деньги не платят. То нам-то от этого не легче. Мы даже просто выйти погулять не можем из подъезда. Тандем – это управляющая компания. Нет, это обслуживающая организация. Жаловаться в стройнадзор. Управляющая компания лукается жидко. Пробовали обращаться в стройнадзор? Готовы ли вы заниматься этим процессом? Я сама лично звонила. Так как я сижу дома, я не могу выйти на улицу, я на костылях. Я вот только успеваю звонить. И это бесполезно. Просила два месяца, просила, чтобы управляющая компания, обслуживающая организация хотя бы пришла, посмотрела, что делается во дворе. Ни инженеров, ни мастеров вообще никого не видим. Ну, мы теперь услышали о том, что есть такая проблема, и будем надеяться, надзорные органы тоже немножко громче услышали эту информацию, чем это было до этого. Спасибо вам за ваш звонок. Приходит время подводить итоги, ту самую карту, которую в начале эфира мы виртуальную с вами начали собирать. В принципе, она у нас сложилась, но ни одного светлого места я пока на ней не вижу. Красноярский рабочий, Николаевка, Щерса, Солнечный Октябрьский район, Советский район. Практически все мы собрали. Ну, все-таки для объективности картины надо сказать, что, конечно, есть неплохие участки. Роман Казаков нам об этом говорил, некоторые управляющие компании неплохо работают. Ну, конечно, в целом, еще раз повторюсь, этот год он какой-то такой странный совсем. Такой наледи, таких уже в марте, таких больших луж в городе, но я не припомню. Ну, давай еще позитива добавлю тоже. Я заметила один момент, который меня радует, в отличие от позапрошлого мэра, который у нас был. Позапрошлого. Позапрошлого, да, вот при Акбулатове я помню, что у нас машины выходили чистить, вот прям убирать весь снег ровно в час пик. Мы снимали об этом сюжеты и создавали дикие пробки, потому что именно в момент, не начало снегопада, а как только люди поехали на работу, половина полос у нас занимали эти машины уборочные. В этом году такого не было, просто и уборочных машин мы не купили. Может быть, не было, да. Да, но, тем не менее, пробок было от этого фактора меньше, но от дорожной обстановки, от вечного катка и гололеда было намного больше. Сегодня хочется поблагодарить наших зрителей не только за то, что вы успели дозвониться и рассказать, высказать ваше мнение, но и за то, что вы действительно активны и стараетесь добиться справедливости в каждом конкретном дворе. Ведь с этого все начинается. Если каждый будет бороться за свой пятачок и понимает, что его территория, квартира не заканчивается, а двор это тоже важно, а дорога тоже важна, и в районную администрацию можно позвонить, чтобы еще и общую территорию очистили. Вот с этого, может быть, начнется порядок и тот самый волшебный пендель. Ну и немного, если честно, напрягает еще то, как администрация у нас цепляется за этот Бионорд, за противогололедные материалы. Хотя вроде бы мы услышали мнение там и краевой власти, которая, в принципе, поддержала отмену этих применения едких реагентов. Но раз вы уж сами решили не применять его, то, пожалуйста, не жалуйтесь, что у нас нет реагента. Мы, конечно, понимаем, что и за рубежом эти реагенты применяют и прочее, но если уж сами решили, то, пожалуйста, давайте не будем апеллировать хотя бы к этому Бионорду, которого уже давно у нас. Я надеюсь, нет. И точно, давайте не будем говорить, никаких проблем нет, когда каждый из дозвонившихся оценивает работу не выше тройки, и то тройка у нас была одна, а дальше у нас диапазон от нуля до двойки. Это не норма, и это проблема. Мы будем надеяться, ее будут решать. Ну а затем, как это будет происходить, будет следить телеканал ТВК. Увидимся с вами в прямых эфирах. На этом сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова